Глядя на противоположный берег, кажется, что до него рукой подать и попасть туда можно за считанные минуты. Однако это не так. Обычно, чтобы перебраться с одной стороны на другую, у жителей микрорайона Левобережный уходит около часа. Переправа из новых химок в старые – настоящая проблема для тех, кто обосновался на Левом берегу. Жители микрорайона неоднократно предпринимали попытки ее решить, однако с мертвой точки дело сдвинулось относительно недавно. Активисты проекта «Ахимки. Интересно жить», объединившего практически треть города, проводили масштабные опросы и выявляли потребности жителей. Тогда и решили, людям необходим дополнительный транспорт, а именно речной трамвай. Мы выступили с инициативой и обратились к депутатам городского округа «Ахимки», а также к главе Дмитрию Владимировичу Волошину с просьбой рассмотреть данный социально значимый проект для жителей микрорайона Левобережный и старых химок, чтобы объединить два берега. Инициативу поддержали, мы очень рады этому. Места остановок водного транспорта также обсуждали с жителями. Одна из главных точек – парк «Экоберег». Сейчас готовят несколько мест парковочных, то есть пристань. Пристань в одном месте, пристань, возможно, в другом месте. Вот где будет находиться пристань, как раз-таки сейчас жители активно голосуют. В каком месте лучше, то есть со стороны совхозной улицы или со стороны старого левого берега. А пока речной трамвай не курсирует по каналу имени Москвы, мы решили провести эксперимент. Садимся в авто и засекаем, сколько времени потребуется нам, чтобы добраться от станции Левобережная до станции Химки. Вторая половина дня. Навигатор в смартфоне показывает красный уровень загруженности. На дорогу у нас ушло около 30 минут. А теперь представим, что едем на общественном транспорте, который останавливается через каждые полтора-два километра. Да, таким образом дорога действительно займет не меньше часа. Обещают, что новый способ переправы не только сократит время в пути, но и цены на трамвай будут весьма демократичными. Мы данным маршрутом убиваем двух зайцев. С одной стороны, мы даем прогулочную возможность. С другой стороны, тем людям, кому удобнее использовать это как общественный транспорт, мы даем возможность переместиться с одного берега на другой. По сути дела, по льготному тарифу. Проезд между берегами будет стоить 50 рублей, а для тех, кто будет оплачивать картой тройкой, вовсе 37 рублей. Курсировать вдоль канала имени Москвы с 8 до 10 часов утра будут два речных трамвая. Теплоходы проследуют по малому кругу. Экоберег, причал Химки, ЖК «Маяк». С 10 часов будет добавляться еще три судна, и все пять судов будут ходить по большому кругу. Они будут проходить по трем причалам в Химках и идти вначале на пристань Тушино и потом на Северный речной вокзал. Пустить на воду трамваи планируют уже к 1 мая. Организаторы проекта уверены – новый способ переправы придется химчанам по душе. Нина Бережная, Алексей Сыченко. Новости Химки ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова